И коленями землю толкает от себя, от себя. В день рождения Владимира Высоцкого у здания Самарского дворца спорта звучат его песни. Именно здесь, больше полувека назад, при полном аншлаге прошли два концерта знаменитого барда. Выступление началось на час позже назначенного. Очевидцы признаются, воспоминания о том выступлении пронесли через всю жизнь. Высоцкий вышел, выбежал, вспыхнули боковые прожектора. Он прижал в грудь и гитару, был в фирме Долгаски. Извинился за опоздание, сказал, что не по моей вине. И начал концерт с песней «Братские могилы». Спел 31 песню. И последняя песня была только недавно написана им летом. Песня «Спасить наши души», которая широко известна. Скромный небольшой столик стоял. Стоял, по-моему, термос, что ли. Он еще похлебнул, так сказать, пошутил. Не бойся, это не коньяк. Зал был полностью. На всех ступеньках сидели. Где только можно было сидеть, везде сидели. Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. Поклонники творчества артиста возлагают к памятнику цветы. У каждого своя история знакомства с творчеством великого барда. Евгений Измайлов рассказывает, песни легендарного артиста услышал в 70-е годы, когда учился в школе. И уверен, они актуальны и сегодня. Все темы, которые он поднимал в свое время, они актуальны сегодня. Причем сегодня, как никогда. Потому что молодежь и вообще люди стремятся к чему-то настоящему, к чему-то ненаносному. И по большому счету, вот если есть нравственные ориентиры, то значит, с обществом будет все в порядке. Самарские поклонники творчества Владимира Высоцкого бережно хранят память о нем. В Самаре создан музей, посвященный артисту. Его организаторы надеются, что после открытия здания Дворца спорта музей перенесут сюда, где когда-то звучал известный на весь мир хриплый голос. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.